Цены на электроэнергию в стране могут вырасти. Минэнерго объявила, проект приказа о повышении тарифов и документ будет обсуждаться до 26 марта. Агентство связывает эту акцию с увеличением затрат в энергетических компаниях. Повышение будет бить по карману людей, но всем нужен качественный сервис. Для этого нужно заменить изношенные линии и устаревшее оборудование. В то же время люди говорят, что лучше было бы учитывать их мнение. В прошлом году в энергосистеме страны было около 4,5 тысяч технологических сбоев. Это на 11% больше, чем в 2019 году. Сегодня участились случаи аварийных отключений электроэнергии, снижения качества электроснабжения потребителей и повышения рисков зависимости единой энергосистемы Казахстана от соседних стран. Есть много причин. Например, цена на сырье для производства энергии нестабильна. Каражирский уголь подорожал на 8,6%. Богатыр Кумер – на 9,9%. Его транспортные расходы увеличились на 7%. Обязательная покупка возобновляемых источников энергии увеличилась на 68%, а стоимость на 49%. В связи с увеличением МРП увеличилась и стоимость обязательных платежей в бюджет. Кроме того, есть расходы на транспортировку и ремонт газа. «Мы не можем сказать, что будем строить новые станции за счет повышения тарифов», – сказал эксперт. «Тарифа на это не хватит. Отремонтировать имеющееся оборудование можно только путем постепенного повышения цен. А если этого не сделать, потребитель может остаться без света». В прошлом году 37 энергокомпаний обратились в министерство с просьбой об изменении максимальных тарифов.